Особое мнение на 101FM Поэтому приступим В какой-то веке, Николай, с хорошей новостью Начнем мы с поздравлений 25 мая последние звонки Выпускники, 11-классники Окончившие школу Сегодня с ней прощаются И девятиклассники тоже прощаются Я как отец девятиклассника авторитетно заявляю Хорошо Ну, я не знаю, мы будем поздравлять или сочувствовать Нынешним выпускникам Потому что им, конечно, категорически Не повезло с погодой Не погуляешь по городу Ночами песни под гитару Или под что сейчас современные выпускники поют Не попоешь? Ань, когда ты их останавливала? Когда это вообще всех останавливала? Погода молодых людей, когда останавливала? Никогда Там есть свой кайф Поэтому, я думаю, все у них пройдет хорошо Тем более такой праздник еще не окончательный Это еще не выпускной Еще не совсем прощание за школой Да, еще не совсем школьная дверь закрылась Ну, а для взрослых, конечно, день веселый очень Потому что многие люди неожиданно вспоминают 25 числа О том, что вот еще с незапамятных времен Никита Юрьевич Белых По 25 числам у нас Не продают Некоторые товары не продают Не продают Слушайте, есть вообще какой-то резон в этом ограничении? Я понимаю, что не только в Кировской области это действует Я знаю, что есть регионы, где запреты какие-то Связанные с продажей спиртного в те или иные молодежные праздники строже Ну вот в Коми однажды мы столкнулись с вами, по-моему, с такой историей Да, там неделю не продавали Приближенную к дню молодежи И тем не менее, есть или нет? Ну, потому что вот каждый год, когда мы вспоминаем эти ограничения Каждый год эксперты говорят Так ведь, извините, во-первых, можно закупиться заранее И нет никакой гарантии, что не купят больше даже, да? Ну, когда запасом покупают обязательно Совершенно верно Во-вторых, школьникам и так не должны продавать Так и так запрещено, да Это сделано, чтобы взрослые в этот день не напивались, не знаю, там, на родостях Или с горя и не показывали дурной пример? Зачем? Я удивляюсь всегда, потому что, ну, сегодня у нас среда, да? Среда 25 мая Какой нормальный взрослый будет напиваться на родостях в этот день? Это будний день, все работают взрослые люди Если они захотят это сделать вечером, ну, мало ли, да? То либо домашний запас всегда, конечно, есть Ну, либо ты права, что если какой-то повод или там дата или что-то еще Кафе, рестораны работают Кафе, рестораны работают Это вот все эти вот ограничения от того времени, да? Ты помнишь же, когда Медведев там стал двигать антиалкогольную политику активно И главы регионов, ну, набирали свои, скажем так, баллы очки И выдумывали такие, ну, совершенно разные вещи Кто во что был уж гораздо Где-то в деревнях там на посевную запрещали Где-то еще что-то У нас вот ограничили по времени Помнишь, у нас было ограничение шире, да, шире, чем московское Я помню, да, да, да И по воскресеньям у нас только до пяти продавали Вот, я уж не помню точно эти все цифры Вот, и плюс вот это вот было такое Как бы в целях охраны здоровья детей вообще-то отформулировалось Да, я так очень не понял Потому что вот если еще некоторые праздники, да, вот они В выходные дни отмечаются, да, но есть праздники плавающие Они как бы, ну, всегда второе воскресенье, там, скажем, июня Это еще понятно Здесь вот эти дни, они приходятся на совершенно разные даты И, скажем, если тот же вот день молодежи приходится на четверг То сама понимаешь, отмечают его все равно в субботу Ну, конечно, и мероприятия все в субботу И вот получается так, что в четверг, значит, у нас везде это все ленточками перекрыто А в субботу весь город гуляет, как ни в чем не бывало, по тому же самому поводу Поэтому в этом есть определенная глупость Вот, и я думаю, что точно так же, как сняли вот это дополнительное ограничение по времени И, кстати, вот... С 10 утра у нас раньше продавали, теперь продают с 8 Вот прошел полный год практически с того времени Я посмотрел статистику У нас приобретение, условно говоря, жесткого алкоголя снизилось на 3,5% Это сильнее снизилось, чем в целом по России Жесткого это, в смысле, это крепкого, да? Крепкого алкоголя, да По пиву есть рост, но как бы это, он везде тоже есть рост по пиву Никакого влияния, вот эта вот добавка двух часов Ничего совершенно она не произвела, ничто не перевернуло Ничего нигде не ухудшилось, ни по статистике, ни по внешнему виду То есть мы... Вот все как будто так и было всегда И что из-за этого, вот столько вот и торговли было, неудобства И все то же самое с этими вот днями Мне кажется, надо просто это отменять, потому что это довольно-таки глупое ограничение Оно недейственное Ну, в смысле, незачем, да? Оно просто вот для галочки Ну, для галочки Вот мы бережем здоровье детей Ну, вот если разобраться, бережем ли мы Вот мы, собственно говоря, никакого отношения к детям это запрет не имеем Я на самом деле поймала себя на том, что я, конечно, не очень много, может быть, в такие дни гуляю по городу Но я пьяных выпускников последние годы практически не вижу Вот эти вот компании, фоточки, которые там из других регионов появляются Я в Кирове не встречаю вот таких картин Не знаю, с чем это связано Может быть, с тем, что просто это не модно сейчас Дело в том, что у меня, вот я живу просто так У меня дом расположен на такой школьной дороге Там много школ вокруг, и школьники ходят Семьи у меня прям под оконами этаж первый Нет, эти компании есть Но эти компании есть, они как раз мимо меня И тут туда наберег Наберег выходят А, понятно, на набережную На набережную выходят, идут мимо меня, идут с песнями И почему? Либо у них какой-нибудь бумбоксик там работает Как их сейчас называют, уж не знаю И гитары в ходу по-прежнему И песни в ходу по-прежнему И да, они подвыпившие Я бы не сказал, что они смертельно пьяные Хотя за свою жизнь ты видал всяких выпускников На самом деле ничего не изменилось Было так раньше, тоже это не было в массовом порядке То есть кто-то да До запретов Да, кто-то да Но ты правильно заметила Что вообще-то, тем более школьники У которых есть сложности и так с приобретением этого всего Они всегда все делают заранее Слушайте, а бизнес теряет или приобретает на этих днях? Вот я сейчас подумала, что может быть бизнес как раз приобретает Потому что все же запасаются накануне Ну кому нужно, конечно Опять же кафе выручку делают Я не думаю, что такие-то пики по этому поводу есть Ну в кафе вот сегодня в среду Я не думаю, что сегодня там кафе заполнено Будет аншлаг Потому что та братва, которая, скажем условно говоря, без добавки не может Она в кафе не пойдет, дороговато там все-таки Вот они будут искать другие пути там Ну либо где-то у друзей купят Либо самогонщикам запасутся Не в этом дело Либо купят фуфны реки Ну да, то есть свинья грязь не найдет А те люди, которые реально могут позволить себе сходить в кафе Они, насколько я знаю, в среду туда не рвутся Ну разве что, если дата какая-то или праздник или что-то еще Поэтому я не думаю, что для бизнеса скорее все-таки это неулобное ограничение Потому что это все-таки статья дохода для торговли И вот эти вот 4 дня вычеркнутые из этих доходов Они все-таки чувствительны, мне кажется Ну ладно, вот такая история Я не знаю, доживут ли когда-нибудь школьные выпускники до отмены вот этих ограничений Дело в том, что школьные выпускники к этой отмене отношения не имеют Мы только что об этом говорили То есть для них она не существует Ну потому что они не покупают По закону они не покупают По-любому им покупать нельзя Для них это недействительно А для нас, ну я не знаю Ну хорошо, доживут ли родители выпускников До момента, когда можно будет купить в магазине бутылочку шампанского Я думаю, что вот это вот наоборот привлекает внимание к этой теме вот эти вот дни Когда начинают там везде в магазинах увешивать эти аншлаги Что напоминают Завтра Завтра не будет На правительстве области выходит напоминание Завтра будет в два раза дороже Это как, знаете, вот пример сетевых всех магазинов Покупай сегодня, завтра будет дороже Мы лишний раз привлекаем внимание Как-то сами связываем Вот последний звонок с алкоголем Зачем, я не понимаю То мы как-то увязываем эти вещи Вот и в сознании у людей увязывается Зачем? Это, еще раз говорю, это глупое ограничение Его пора отменять Ну посмотрим Это же на местном уровне делается Да, да, это чисто нашим законом Может быть, кстати, Александр Соколов Может быть, что-то и придумает в эту сторону Хотя я, честно говоря Ну это явно не первоочередная вещь Не очень в это верю Да, я тоже думаю, что проблем у него будет И задач, которые он должен решить Значительно больше И куда более серьезные Следите ли вы за тем, что происходит В последние две недели С момента назначения Я помню, что мы с вами Вот сразу же практически говорили Да, про него Как только назначили Как только стало известно В развороте мы тогда делали большой эфир Вот ваши просто человеческие такие Первые впечатления С чего Александр Соколов начал С обхода больниц, школ, каких-то учреждений Показательных, образцово-показательных Об этом писали в комментариях Зачем вы идете туда, где хорошо Там и так хорошо Идите туда, где плохо Заявление после прогулки по набережной О том, что двор на Московской, по-моему, один Нужно заасфальтировать Нет, заявление-то правильное Кстати, надо сходить проверить Может быть, уже сделано А я посмотрел, кстати, вот насчет Московской-1 Уже в каком-то из паблика фотографии выложили И туда приезжала бригада из администрации Что-то распланировали, что-то еще Но выяснили жители, что заасфальтирует там только ту часть Которую видно с улицы Московской Ну вот, по крайней мере, так написано в этой заметочке Что мы все посмотрели, как все распланировано Да, вот у этого подъезда Куда упал взгляд Что там будет асфальт, а все остальное Там чуть-чуть где-то что-то Я не уверен, да, потому что это сообщение в социальных сетях Сама знаешь, что надо все делить на два Но это пишет, судя по тому, как человек живущий там Он сильно опасается, что это получится показушка Но, с другой стороны, у Александра Валентиновича есть прекрасный повод Зайти посмотреть Проверить Проверить, да, и в конце концов указать Если это будет действительно так Я сейчас вспоминаю, когда вот Игорь Владимирович Васильев Приехал сюда и в первую зиму Он ходил по Кировским улицам Проверял, инспектировал Говорил, здесь не почищено, там не почищено И тут же бросались чистить Было же вот тогда, я помню Не знаю, шутка, не шутка такая говорилась Что, ну, тогда, значит, губернатору В Рио-губернатору надо просто Выстроить себе маршрут И каждый день ходить по определенным улицам Показывать, что надо почистить Будут приезжать дорожные службы все это чистить И город расцветет Может быть, также надо Александру Соколову Просто график ему составить, да Куда он сегодня отправляется пешком Аня, Александр Соколов здесь у нас две недели пока еще, да? Да, да Две недели Ему не до этого Не то, что ему не до этого, понимаешь Человек приехал в другой регион Он приехал, извини с выражения На должность губернатора Так К большому счету он мог вообще вот из того здания не выходить Которое видно из ваших окна Я нисколько, я нисколько не... То, о чем сейчас вот все судят Куда он сходил, что он сделал Это видимая часть У него есть определенное свободное время Потому что, по большому счету Ему сейчас надо очень много вести Именно такой разговорной, переговорной деятельности И с... Да ему знакомиться просто с людьми Да, вот я об этом и говорю То есть у него есть там действующий министр Которых он пока оставил на своих местах Там ему нужно принимать решения по ним Ему надо корректировать работу И у нас в конце концов Ему надо планировать свою работу Составлять определенную какую-то, не знаю Может быть даже там... Дорожную карту Дорожную карту, да Вот на какой-то первый период Вот может быть до выборов, да Что вот оно обязательно должно сделать И в соответствии с этой программой Именно с этой дорожной картой Ему надо будет формировать Скажем так, штат людей Которые будут ее реализовать Кто-то останется из прежних Кого-то нового То есть, ну сначала всегда идет задача, цель А потом идет уже люди под эту задачу А потом ресурсы смотришь, да Потом смотришь за ресурсы Поэтому ему есть чем заняться И эта работа не публичная Поэтому говорить о том, что Где-то написано, там не помню На каком-то портале читал Ну что, две недели приехал И что, а ничего Я не понимаю, а что должно быть Из тех вещей, о которых мы говорили То есть, его реакция на тот же двор Она совершенно нормальная Я абсолютно без претензий Нет, я не против тебя Я к тому, что обычно Приезд нового человека Вот не только в Кировскую область А в любой регион Это возможность Ну, получить решение тех проблем Которые не решались годами Всегда так было Вот судя по тому, что ему И выбор Понаписали ему в телеграмме Да, вот все вот именно так и поняли Он приехал, он сейчас засучит рукава И пойдет там И пойдет Латать трубы, значит, в ЖКХ и так далее Да, лапочки вкручивать Если он этим займется То мы потеряем еще пять лет Потому что это губернатор А это не Не его задача Не его задача Не его полномочия Если он будет заниматься Как наши предыдущие губернаторы Вот решением таких проблем В ручном режиме То он будет просто терять время И область от этого ничего не получит Вот Соответственно, смотри Вот даже те первые вещи О которых говорят Да То, что он среагировал Там на двор хорошо История с тем же отоплением Да Я хотела, кстати, спросить То есть тема-то, смотрите, неоднозначная Мы тоже вчера ее разбирали в развороте Разбирали с управляющими компаниями И они говорят, что Значительное количество домов В их управлении Жители, которые говорят Нам не надо включать отопление Все правильно Мы не хотим платить Ань, у нас вот когда подключали Вот до вторичного подключения шло У нас приходил дяденька Говорил так У вас в подъезде Вот такая-такая-такая квартира Такая-такая-такая Написали извеление Просим включить А у нас никто не приходил Нам просто включили Пришли и включили Пришли и включили После этого я вышел на улицу Он прошел от нашего подъезда к другому, к третьему, четвертому И пошел обратно, я спросил, он говорит, два подъезда мы подключили Два нет, не просят А, то есть прямо по заявкам жильцов То есть управляющая компания по заявкам жильцов Кому тепло, тем не подключали Вот мне, честно говоря, было холодновато Я, например, рада очень, что у нас включили тепло И я понимаю прекрасно, что Те деньги, которые я заплачу за отопление Если бы его не включили, я бы заплатила А, за обогреватель И, возможно, за лекарство, если бы я простыла Потому что лекарства, извините, подорожали раза в полтора Поэтому обсуждать это решение можно Но оно было принято оперативно Смотрите, вот тут я бы поспорила, Николай, на самом деле Я не знаю, задача ли это в Рио губернатора Очень странно, на самом деле Что вообще отопление отключили 12 мая Учитывая тот прогноз, который все видели Русская народная примета Отключают отопление, жди похолодание Да, у нас их отключают Потом говорят, что это черемаховая холода Нет, я не могу ничего сказать за действия, скажем Нет, про то, что было принято решение И озвучено, и сразу же начали его выполнять Потому что вчера управляющие компании рассказывали Что стало известно об этом в субботу И в воскресенье уже начались какие-то работы Да, это оперативно сделано было Это было сделано оперативно И когда человек принимает оперативное решение Он понимает, что оно может быть не самым идеальным Но это какое-то решение И что-то сделано Вот тут мне очень понравилось То есть не просто там он мог провести совещание Он мог собрать совещание Почему в Рио губернатор этим занимается Этим должен заниматься Дмитрий Осип А почему в Рио губернатор ходит, смотрит на дворы Ну это он новый человек, он свежим взглядом смотрит И здесь человек свежим взглядом смотрит И понимает, что ситуация ненормальная В домах холодно, а отопление не включено Я еще раз говорю, он мог собрать совещание Собрать рабочую группу И пока они там совещались бы Все бы само собой рассосалось Он принял решение Возможно, оно на самом деле неоднозначное Тем не менее, оно принято, мне это понравилось То есть я скажу так Но оно человеческое такое То есть подумали о людях все-таки Нормально, он подумал именно о людях Причем и даже сформулировал так Что типа там все эти правила правилами А люди мерзнут, это неправильно Это нормально, да, неоднозначно оно принято То есть это как бы говорит о том Что человек способен оперативно реагировать На какие-то ситуации А как вы думаете, это вообще человеческая такая история То есть вот он сам это решил или пиарщики подсказали? А может пиарщики подсказали А нам, наше-то, которое дело Нам какая разница? Нам какая разница Если подсказали пиарщики, значит, у него хорошие пиарщики. Понятно. Увидим ли мы еще какие-то шаги, не знаю, там, ну, подобные? Вообще, что можно ждать по первым шагам? То есть, будет общаться с людьми? Как-то ведь надо ему известность нарабатывать? Нет, но он общается с людьми, во-первых, он же постоянно во встречах. Не-не-не, я сейчас имею в виду вообще рядовых там жителей. А, то есть, там выйти в народ и все. Ну, он же сказал, что в ближайшее время он объедет все районы. И, насколько я знаю, это никуда не девается. По моим связям районщики активно готовятся. В том числе, естественно, готовят списки вот этих проблем, которые я тоже называл, которые годами не решали. В надежде, что вдруг. Вот. Он, безусловно, будет встречаться, но пока у него сейчас главная задача, я тебе сразу сказал, она немножко не публичная. Ну, с другой стороны, вот он вчера встретился с руководителями всех партий наших. Пообщался, я почитал отзывы, но вроде так нормально, поговорили. Завтра, насколько я понимаю, он с бизнесменами будет встречаться? Да, потому что они на бизнес-неделе, да. То есть эти встречи, они на самом деле большого значения имеют, потому что они немножко парадные, немножко дежурные, да, то есть, ну, это знакомство. Поэтому, опять же, ждать от них каких-то там, что вот он опять же пришел на встречу с бизнесменами, сказал, так, ребята, завтра я вам снижу налоги, этого ждать не надо. Так же точно, как на встрече с партиями, там они там, мне что смешит, что все пытаются его поторопить с кадровым вопросом, понимаешь? Вот всех прямо жжет. Что ж он с кадрами-то ничего не делает, понимаешь? А он может вообще юридически сейчас что-то сделать? Может, может. В статусе в Рио? Как верно заметил один политолог, сейчас такая ситуация в нашем законодательстве, что для того, чтобы решить кадровый вопрос, достаточно просто поговорить с человеком. А, и он сам? Он сам. Так. Он сам. Вот. Такая ситуация сейчас. Я устал, я ухожу, да. Да, то есть он устанет и быстренько уйдет. Эти все вопросы, но я еще раз говорю, что вот сейчас ему, вот, не обладая картиной, да, менять кадры просто, ну, нет смысла. Не целесообразно это, да? Колеса должны крутиться, пока он разбирается. Они должны каким-то образом крутиться. Насколько я знаю, определенные сомнительные операции финансовые сейчас приостановлены. Это мы про что сейчас говорим? Какие определенные сомнительные операции? Не то, что сомнительные, ну, были определенные финансовые решения приняты еще до смены руководства, и сейчас Минфин их все пока тормозит. Не, подождите, это речь идет о каких-то инфраструктурных проектах, обыделении средств. О разных, да, обыделении средств на различные цели. На различные цели. Подписанные уже руководством бумаги, они, значит, не просто, ну, скажем, не то, что там выбрасываются, просто откладываются. Под стекло пока, да? Откладываются, да. То есть то, что идет в соответствии с, ну, четко прописанным по бюджету, то выполняется все остальное, что там поверх этого пока тормозится. Это моя информация, может быть, она не совсем верна. Вот. То есть определенные сделки, ну, какие-то отраты, они будут, видимо, проконтролированы уже новыми людьми. Вот. Такого рода работа ведется. Кадровая пока нет. Кадровая. А может быть, да, может быть, присматриваются. Конечно, конечно. Мы видим, кстати, назначили, наконец-то, министра транспорта. Министра назначили-то вообще-то, назначил-то его еще Васильев. То есть это, у нас же очень такая длительная процедура назначения там, пока все эти отделы там номерные все не проверят, всю биографию твою не вылезут, тебя не назначат. То есть это ему назначили министра, так сказать, эхо из прошлого такое долетело. Привет из прошлого долетел. Поэтому я прекрасно понимаю, вот люди, которые из партии, они все говорят, вот он не решает кадровый вопрос. Я прекрасно понимаю, кого... Имеют в виду. Кого они имеют в виду. Там весь кадрый вопрос практически упирается в одну, две, три фамилии, да? А вы знаете, я, например, слышала другое мнение. Я слышала, что надо оставить одного, двух, трех человек, а остальных всех попросить. Вот. Разное мнение. Разное мнение, да. Безусловно. Но, по крайней мере, я знаю тех людей, которые комментируют встречу, я прекрасно понимаю по их более ранним выступлениям, что речь идет о том, что надо бы решать вопрос с председателем правительства, ну и с его парой близких знакомых, которых он в это правительство привел. Но я опять же говорю, что я почти уверен, но я не могу быть за чужого человека полностью. Ну, конечно, да. Почти уверен, что эти вопросы Александр Валентинович решит в свое время. Я думаю, что в недалекой перспективе. Но сейчас пока от него ожидать чего-то просто нереально нельзя. Раз уж вы заговорили про встречу с политическими партиями, может, у вас есть какая-то инсайдерская информация, до чего все-таки договорились? Какими будут выборы губернатора в этом году? А, ты думаешь, почему? Будут ли вообще все партии выставлять? Ну, у нас как? Ведь у нас, если, ну, как бы, если вот хотеть, чтобы было просто красочно и ярко, по идее, надо предполагать, чтобы отовсюду были кандидаты, чтобы их было много, чтобы каждый презентовал свою программу, что-то обещал жителям области. Или здесь вот с приходом нового человека и договоренностями какими-то, и пониманием того, что можно найти общий язык и как-то взаимодействовать, партии, наоборот, не будут выставлять своих кандидатов? Нет, вот мы с тобой говорили еще до назначения, как-то я говорил в качестве такого прогноза, что если Игорь Владимирович пойдет на второй срок, то выборы будут конкурентными. Если Москва пришлет нового назначенца, то выборы будут, как сейчас называют, референдумного типа. То есть практически опрос населения, да? То есть будет одна сильная фигура и какая-то конкуренция, которая не конкуренция. Да, дело в том, что никто сейчас реально вкладывать большие деньги в борьбу с Соколовым не станет. Потому что бессмысленно. Это бессмысленно. Это человек, которого рекомендовал Владимир Владимирович, условно говоря, рейтинг Владимира Владимировича чрезвычайно высок. Президента мы имеем в виду. Соответственно, как бы выставлять сильные фигуры против и реально вести борьбу, никто просто не решится. А если у кого-то такие мысли возникнут, не забываю, у нас есть великая вещь, муниципальный фильтр. И этот человек, если он вдруг где-то оговорится, что я намерен всерьез побороться, то он просто его не пройдет. Поэтому я не знаю, ну как, основные партии выставят кандидатов. Ну, то есть у них просто, не знаю, правила игры такие, да? Правила игры такие, они должны, слушай, это задача политических партий, участвовать в выборах. То есть они кандидата выставят, но бороться он де-факто не будет, получается? Вероятнее все будет. И вкладываться в узнаваемость? Ну, определенные отраты будут, там все равно, но, слушай, они же еще промеж собой будут соревноваться. За второе место тоже надо побиться. Так. То есть тут такая вот борьба за второе место, я думаю, что кандидаты... А зачем бьются за второе место? Я никогда этого не понимала, Николай. Зачем? Этому человеку... Ладно бы, например, если бы у нас было, не знаю, там правило какое-то. Человек, который занимает первое место, становится главой региона, человек, который занимает второе место, становится председателем правительства или получает какой-то пост в правительстве. Но у нас же нет такого правила. Ну, такого правила и быть не может. А зачем тогда бороться? Второе место — это проигрыш, и поэтому проигравшему бонусы не положены. Вот. Зачем бороться? Ну, я еще раз говорю, во-первых, это задача политических партий, во-вторых, это еще один повод напомнить в том, что такая партия есть. Прийти вторым, значит, показать, что, условно говоря, вот наша партия... И Москве показать, да? В Москве и Кировчанам идут хаучный аргумент. Наша партия... Ну, слушайте, у нас после прошлогодних выборов ФСР ведь в каждом втором выступлении говорят, что мы имеем самую большую фракцию в ЗАГС Собрании, да, условно говоря, хотя ничего не решают, но тем не менее, эта фракция есть. То же самое будет и здесь, что наша партия, вот на прошедшую губернатор Севуэра, получила второй результат. То есть мы, условно говоря, сильнее всех остальных. То есть это тоже аргумент для каких-то дальнейших вещей. Поэтому будут референдумные выборы, я думаю, стандартно. То есть от коммунистов идет Сергей Павлинович. Он... А то есть коммунисты по-прежнему будут Сергея Павлиновича выставлять, да, на губернаторские выборы? Конечно, конечно. А кого еще у них, по-моему, больше пока никто не подрос еще до такого статуса. Не знаю от СССРов, не знаю от ЛДПР, но кто-то будет от основных партий. И, ну, естественно, какой-нибудь там технический кандидат на всякий самый страшный случай, если, мало ли, все вдруг там мрут. Откажется, если откажется в какой-то момент, там снижут свою кандидатуру, да? Таких игр не будет, этих выборов, таких игр не будет, но мало ли что бывает. Сели в один поезд, и будут, вот, поэтому какой-то будет еще товарищ, который должен будет в этот поезд не садиться. Будут очень спокойные выборы, и вопрос будет лишь в том, сколько процентов наберет Александр Валентинович. А есть задачи какие-то у него набрать? Вообще вот у президентских ставленников, новичков, есть задачи набрать какое-то количество определенных процентов? Я не думаю, что это определенная такая задача какая-либо, да, что это именно задача. То есть, я думаю, задача у всех одна — победить в первом туре. То есть набрать больше 50 процентов? Больше 10 процентов, да. Но, думаю, будет учитываться все-таки каким-то образом, что, ну, ведь эти голоса, скажем, набирал 51 процент или 75 процентов, это отчасти будет отражать отношение избирателей к тому человеку, который его к нам назначил. К президенту? К президенту, да, потому что этот человек-президент. Поэтому он будет заинтересован в том, чтобы получить достойный результат. Я думаю, порядка 70 процентов, 66, там 70 его вполне устроит. Мы так говорим, то есть я понимаю так, что выборы все-таки будут? Выборы будут, я так и не понял. Уже давно вроде бы все пришли к тому, что будут выборы и сюда вот, и туда вот, я имею в виду, в городскую думу. Люди просто времени очень много потеряли в своих спорах, там будут или не будут. А вы следите за праймери с Единой России, кстати? Не то, чтобы внимательно, я, кстати, принял у них участие. Не в качестве кандидатов, а в качестве избирателей. В качестве избирателя. Мне было интересно посмотреть. Вы в числе этих 6,5 или даже больше сейчас уже, это я вчера вечером смотрела. Которые приняли участие и проголосовали. Мне было интересно посмотреть, я в том году, кстати, тоже участвовал, когда были выборы ОЗС, я работал с партией. Мне было интересно посмотреть, кого нарисовали мне на участок. То есть, реально ли могу ли я, нормальный человек, кого-то выделить? Найти среди представителей в этих праймерис кого-то того, кого бы вы хотели в бюллетенях видеть. Да, то есть, я сказал бы даже так, кого-то знакомого. А, вот так, да? Ну, это, кстати, это важный аргумент, на самом деле. Да, то есть, эта фамилия должна быть мне знакомой, у меня должна с чем-то ассоциироваться. Я там читаю фамилию Иванов, мне должна ассоциироваться, скажем, он главврач. Ну, условно говоря, да, там, или вот он там сделал то-то и то-то. Скажу честно, это была очень трудная для меня процедура, потому что вот из тех, там, по-моему, пяти или шести фамилий, которые у меня на округе были, номер, не помню, поэтому не буду их называть, даже я, вот человек, который вроде бы следит за политической жизнью, был было довольно трудно. То есть, вы не знаете никого из этих пяти-шести человек? Ну, там были какие-то студенты, может быть, они хорошие люди, я ничего не могу сказать. Но они для меня, ну, ни о чем, потому что это, ну, ноу-неймы, реальные ноу-неймы, они, может быть, известны в каком-то своем кругу, а, может быть, просто их попросили для массовки поучаствовать, я не знаю. Вот. А вот людей, я потом представляю себе уже забирательный бюллетень сентябрьский, да, и там, скажем, вот фамилии, и чтобы эта фамилия выделилась на фоне других, таких, к сожалению, в моем округе я не нашел, я уж не знаю, может, мне просто не повезло. Вот. Поэтому, да, слежу. Ну, вообще, процедура праймерис, да, она хороша ведь не только тем, что на ней там, условно говоря, отбираются какие-то кандидаты. Там такая технология интересная. Она хороша тем, что она позволяет партии начать свою предубранную кампанию значительно раньше. Да, засветить уже каких-то людей. Потому что сейчас, вот я же читаю, даже вот в газетах вашего холдинга, да, дают интервью некоторые вот, кандидаты в кандидаты. То есть они уже, и эти вещи, они ведь не имеют как бы отношения ни к избирательному фонду, ни к чему-то еще. То есть можно, можно. Можно. Заранее. Можно заранее набрать там кучу хороших там публикаций сделать про себя, рассказать, какой ты хороший, и не тратить при этом никакой избирательный фонд, ничего. А потом это все можно еще использовать. Вот. И в этом плане эта процедура интересная. Я смотрю, вот я смотрю на то, как в сети, то, как на бумаге у нас. Есть люди, которые видно, что они действительно хотят идти. Есть люди, которые видно, что они обладают ресурсом, и что те вот избирательные участки, на которые они пойдут, я имею в виду, единороссов, там они реально могут составить конкуренцию любым совершенно. Ну, называется в телеграм-каналах примерно, ну, с десяток, да, фамилий, людей известных, которых мы в этом городе знаем, которых мы в этой студии видели неоднократно. Да, я тоже видел этот список. Я согласен, что это люди именно... То есть проходные, да? Они именно проходные кандидаты, они с раскрученными именами, они с хорошим таким бэкграундом, позитивным, да, то есть они отметились всякими хорошими делами уже не раз. И во власти некоторые поработали, да? Поработали, а некоторые до сих пор еще... Работают, да. Работают, да. То есть на самом деле, да, ресурсные кандидаты есть, но вот я думаю, что список из 10-то он маловат. Ну, конечно, все-таки, извините, а у нас сколько выбираться-то будет в городском доме? 18 кругов. 18 кругов и 18 списочников. 36 человек. Поэтому надо как минимум 20 с лишним человек, чтобы иметь уверенный. Большинство раз мы про партию власти говорим, да, я думаю, у них цели никуда не деваются. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Слушайте, Николай, ну вот зачем это надо партии непосредственно, и даже кандидатам, которые либо во власти, либо когда-то были, либо известны в городе, да, это понятно. Зачем это надо людям? Вот праймерис начались, по-моему, в понедельник, да, 23-го числа. Ты мы сюда голосовали. Вечером вторника, да, 6,5 тысяч человек проголосовало. Это что, это реально такой интерес среди кировчан? Или это голосуют родственники, знакомые, знакомые, знакомых, те, кого попросили, потому что «Справедливая Россия» и КПРФ, например, говорит, что были жалобы им от бюджетников, что заставляют зарегистрироваться и принять участие в праймерис, но не заставляют, слава богу, голосовать за конкретных людей, но тем не менее. Вообще, вот это зачем? Ну, во-первых, чтобы праймерис выглядели легитимными, надо, чтобы в них участвовало побольше людей. Поэтому, действительно, я тоже знаю... Это искренний интерес? Дело в чем. Процедура праймерис, она довольно сложная, на самом деле. Вот это все с электронным голосованием и так далее, и так далее. Она вот так вот просто пришел, проголосовал, это не то. Здесь надо заранее регистрироваться через госуслуги, там что-то еще. Не все люди даже в эти госуслуги стоят до сих пор. Поэтому трюк-то очень простой. Людям предлагают зарегистрироваться на портале госуслуги и завести личный кабинет на выборах. Для того, ну, скажем, на предприятие приходит человек и говорит, я просто вас всех сейчас научу. Вдруг вы захотите, я вас всех научу. Он всех учит, и все таким образом в процессе обучения, они как бы уже регистрируются как избиратели. Как избиратели. Поняла трюк, да? Но потом они ведь голосуют еще. Все-таки 6,5 тысяч голосов за два дня. Это ведь не мало. А дальше уже такая вещь тоже не забывают. Я же зарегистрировался. Не, ну вы понятны, вы журналист. Я, нет, я говорю, я уже говорю за того человека. Вот меня научили, я зарегистрировался. Все уже, да? Мне же интересно, а что дальше-то? Надо посмотреть. То есть вот здесь такое определенное вовлечение есть. Вот я не слышал, чтобы кого-то заставляли насильно, скажем условно, вот садись при мне, голосуй. Вот мне таких сигналов не поступало. Но то, что... Но создают все условия. Да, но то, что организованно людей организованно как бы привлекали к регистрации в своих личных кабинетах, да, вот это есть. Но с другой стороны, если говорить о том, что в ближайшие годы наша страна вообще должна перейти на электронную систему голосования, то может быть опыт не лишний. Хотя я не исключаю и совершенно почти уверен, потому что не первый раз такие праймеры проходят, что где-то в бюджетных организациях есть... Есть перекосы. Есть перекосы, как говорят, добровольно-принудительный порядок. Николай Голиков, журналист в нашей студии. Убежим на рекламу. Через полминуты вернемся и продолжим. Особое мнение на 101FM Это программа «Особое мнение». Напоминаю, что сегодня мы слушаем особое мнение журналиста Николая Голикова, и мы продолжаем. Еще немножко про праймерис. Николай уже сказал, что у себя на участке увидел незнакомые, в том числе, фамилии. Среди них были студенты, и мы видим уже по новостям, сообщают нам о том, что примерно половина участников праймерис это женщины. Две трети из них беспартийные, участников я имею в виду всех. И примерно третий это молодежь. Молодежь, реально, вот в списке я видела, действительно, это студенты, это вчерашние студенты. Зачем им это надо? То есть люди же понимают, наверное, что глупо соревноваться с теми, кто имеет большой опыт в политике. Или там кому-то что-то пообещали, может быть, обновление состава. Смотри, вот из тех, вот кого я видел у себя на округе, на кого я смотрел, там очень интересная штука. Я не буду называть учебное заведение, но, скажем, из шести участников, которые одномодательские, будущие якобы, у нас там, значит, три студента этого заведения и директор этого заведения. Ой, как интересно. Вот. Соответственно, еще два человека к этому заведению отношения не имеют. То есть вот это учебное заведение точно вот хочет именно вот на этом округе работать? Может, они просто вот добро хотят причинять всем окружающим. Во-первых, когда началась процедура вот этого регистрации, сначала она шла всегда, она всегда идет очень медленно, в том году уже очень медленно шла электронная, когда вот сами кандидаты регистрируются. Поэтому на всякий случай, видимо, попросили любого человека, но ресурсного более-менее обеспечить еще парочку кандидатов, чтобы точно был конкурентный округ. Ага. Понимаешь? И так возникло, что, скажем, руководители... То есть, это создание видимости конкуренции? Зачем это? Это опасение, что ее не будет, потому что, если останется вдруг один, то это будет, ну, недействительный округ. Там нет, там, кроме вот этого... Перестарались. Кроме этого дядники и двух студентов, да, или дядники, извините, я не помню, да и неважно уже, потому что все они называют учебное заведение. Есть люди совершенно из других сфер. Там их, да, их шестеро, трое вот относятся к этому заведению, трое абсолютно к нему не относятся. То есть, в итоге бы этим вот студентикам-то можно было бы отозваться. То есть, подожди, они массовка все-таки получают? Они получаются, вот пойми меня правильно, когда ты видишь такой расклад, ты прекрасно понимаешь, что пошел босс, ну, и на всякий случай прихватил... Еще парочку. Еще парочку. Вот. Поэтому элемент массовки, безусловно, присутствует. Безусловно, присутствует. Я не думаю, что... А есть среди молодежи те, кто реально надеется попасть либо в городскую думу, либо там, не знаю, какой-то плюсики себе какие-то в корму набрать, называется, на будущее? Мы прекрасно знаем, что такая молодежь есть. Правда, я не очень уверен, что она в списках вот на праймере с Единой России, потому что там, помнишь, это история с молодежным парламентом, когда ребята объявили, что мы все пойдем там на той или другой партии. Ну, не все. А там были в основном ребята от КПРФ? КПРФовские. Ну, они же сейчас в партии сама, знаешь, меняются легко. Вот. Соответственно, какая-то часть этой молодежи, да, вполне возможно... Вот когда ты на одном округе со своим, ну, условно говоря, директором там, ты вряд ли будешь вести компанию, потому что вдруг с дуру победишь. Мы видели эти примеры не в Кировской области. Да, и в Кировской тоже были. Да, в муниципалитетах России мы видели. Внезапно. Да, когда внезапно человек совершенно... Побеждал дворник, например. Технический кандидат побеждал, да, основного. Поэтому вряд ли. Но вот, скажем, есть молодые люди, там тоже не старые люди, сейчас до 35 молодежь сочетается, да, которые вот к этому учебному... По классификации, по-моему, да. У них сейчас есть прекрасная возможность себя попробовать вот именно вот в продвижении своего имени, в произведении своего бренда на определенной территории, да, и посмотреть, что из этого получится, и сделать соответствующий выбор. Мало ли, этот человек потом может принять участие в выборах от другой партии. Ты сама говоришь, там партийцев-то не так и много. Я вспоминаю просто предыдущие праймерис Единая Россия, не помню уже, к каким выборам, и тогда как раз говорилось о том, что даже те кандидаты, которые в итоговый список не войдут, но наберут хорошее количество голосов, мы будем их использовать где-то еще, и партии-конкуренты тоже говорили, что мы присматриваемся, мы глядим, кто там есть хорошей перспективой. И очень многие... А вы видите вообще реальный пример, что кого-то с предыдущих праймерис Единой России кого-то кто-то куда-то забрал? Понимаешь, с предыдущих это нереально. Тут нужно время, когда человек молодой, он пробует, он потом попадает в определенную структуру, становится, скажем, помощником депутата или где-то еще получает кусочек. Ему созреть-то все, конечно, нужно. Но смотри, вот даже человек, не будучи даже сторонником Единой России, является на эти праймерис, он уже продвигает себя на этом участке, если он активно работает. Я же как раз сказал, праймерис чем хороши, что можно активно работать, не боясь никакого избиркома. Потому что это вроде как игра, это вроде как не выборы никакие. А потом он может на этот участок завидеться уже от другой партии, уже имея... А почему нет? А-а-а! Какие хитрецы! И в этом плане... То есть это агенты такие засланные? Нет, это хороший кусочек пиара. Они не будут побеждать на этих выборах, но они смогут... Засветиться. Засветиться на этом участке, войти на этот участок раньше, чем они могли бы от другой партии войти. То есть вы не исключаете таких... Совершенно нет. И я думаю, что таковые есть, потому что некоторые фамилии, которые просто перечислялись, я прекрасно знаю, что к Едино-Российнику в отношении имеют, скорее наоборот. И вряд ли пойдут от Единой России на выборы в Городскую Думу. И вряд ли пойдут от Единой России. Понятно. Я хотела про кадровый лифт с вами поговорить, и социальные лифты какие-то и прочие, там применительно к молодежи, но я даже не знаю, как увязать эти две вещи. В телеграм-каналах довольно активно обсуждают возможное назначение Марии Бутина и депутата Государственной Думы от Единой России Кировской области, да? А руководителям рекотделения Единой России вы верите вообще в это? Это совершенно была бы здоровая мысль, потому что Мария Бутина, она вот, я не буду вдаваться там в какие-то анализы, что-то так или иначе мы должны признать, что она вот за те полгода, пока она у нас депутат, ну если добавить, еще то время, пока она избиралась, да? Вот. Она очень хорошо поработала в области. Она, по-моему, сейчас из тех, кто остался у нас после ухода Васильева, самый известный политик Кировской области. Я почти готов сказать, что именно так оно и есть. Она энергично молода. Она не боится отзываться о каких-то проблемах довольно-таки нелицеприятных, в том числе о тех, которые происходят здесь в области. И спорить не боится. И спорить не боится совершенно. И в этом плане, вот особенно с учетом того, что кировские единороссы испытывают определенные рейтинговые проблемы, ну судя по тем выборам, да. Ну мы видели все на выборах, на выборах все видели это, да. Мария Валерьевна, Станин, секретарем регионального отделения партии, не знаю как это называется, у них должность, вот, она бы принесла большой плюс. То есть очки бы принесла дополнительные? Принесла бы очки и плюс тому она бы, вот это я еще об этом говорил, наверное, не знаю, с полгода назад после тех выборов, что, ну вот когда стали говорить, что город на выборы городских возьмут, оппозиция возьмёт. Ну на примере законодательного собрания говорили, что пойдёт может быть там, да. Я тогда сказал, что у российских единороссов не всё потеряно. Тоже Машу Бутину поставить во главе списка, и списочники сразу несколько минут за счёт этого прибавят, да. И если она возглавит реально отделение ЕР, ей ничто не мешает возглавить этот самый список, будучи просто секретарем отделения. Это был бы плюс для Единой России на городских выборах и минус для оппозиции. А люди что получат с того, что Мария Бутин и станет секретарём рекотделения? У неё больше полномочий появится? То есть вот она ведь и сейчас довольно активно себя ведёт, как сказали, да? Она довольно активна, но понимаешь, дело в том, что депутат Госдумы, что секретарь рекотделения это люди, которые как таковых полномочий исполнительно-распорядительных не имеют. А, то есть подождите, но ведь она любую дверь может открыть, нет? Она сейчас может любую дверь открыть. Как депутат Госдумы. Как руководитель Единой России она получит ещё один какой-то вариант влияния, скажем так, неформального влияния на каких-то лиц, которые принимают решение. Но полномочий от этого не добавится. Но расшевелить это болото она вполне может. Я не принадлежу к числу её поклонников, честно скажу, но мне интересно то, что она делает, и я должен признать, что она в этом плане своей цели достигает. Понятно. Ну, посмотрим. Решение, оно где-то вот здесь на днях должно состояться, я так понимаю, будет озвучено, если оно будет. Я думаю, да. Остаётся у нас с вами, Николай, три минуты до конца эфира. Благоустройство, которое я хотела с вами обсуждать, всё полностью мы не обсудим. Остановки городского транспорта общественного не обсудим. Логотип кюбилей города наверное тоже не обсудим. Давайте филармонию обсудим. Возможное присвоение филармонии и вот этой вот площади перед филармонией, которая оказывается называется площадью революции, когда-то в будущем имени композитора Петра Ильича Чайковского. У нас оркестр симфонический получит статус губернаторского. Это ожидается к первому июля. Ну и вот сами представители филармонии говорят, что хотели бы, чтобы имя Чайковского, Петра Ильича, оно появилось и зазвучало. Мы об этом говорили с тобой тоже и как раз когда мы о том говорили, только что вернулся из города Ижевска, где тоже везде стоит Петр Ильича Чайковский, где написано, что вообще-то в Удмуртии его родина. В Удмуртии нет, родина Чайковского, да? Да, да, да. Вообще-то Вятская губерния родина Чайковского. Это была Вятская губерния, но сейчас территории они отошли. Ну конечно, да, да. Это очень спорный вопрос, и он поэтому мне кажется немножко таким пафосным, понтовым. Я бы тогда еще сказал, что я бы на своем месте имея такие полночьи, вспомнил бы тех людей, которые на самом деле в своей жизни до Ревятской филармонии, вспомнил тогда Сломан Борисовича Сахара, и это было бы очень хорошо. Но хочется громких имен, это немножко меня немножко угнетает, когда вот культурные люди цепляются за вот такие громкие имена, хотя на самом деле надо продвигать, конечно, свою культуру, свою местную культуру. Это как с памятниками, между прочим, которые ставятся на территории Кирова, помните? Памятник, когда царской семье хотели поставить, очень же много тогда было сказано по поводу того, что у нас нет вообще нигде в городе ни одного памятника вятскому купцу, например, никому из тех, сколько было сделано. Нет памятника Чарушина. Мы говорим о том, что наша область уникальна, самобытна, оригинальна, а сами мы все время цепляемся за какие-то вот такие за общемировые имена. Ну, раз они решили, мы этого запретить не можем, это самостоятельный хозяйственный субъект. Что касается площади, то, как верно, ты заметила это только в далеком, достаточно далеком будущем, что процедура смены, а эта площадь на самом деле реально имеет официальное название площади революции. Я никогда не знала. Знала, что хлебный называлась когда-то. Когда давно, да. До революции. Значится в реестре всех этих наших объектов. Вот, поэтому процедура переименования достаточно длинна, там будут и общественные слушания, опросы, и решения комиссии по топонимике нашего, и решения Гордумы. И я, честно говоря, не думаю, что горожане как-то уцепятся за фамилию Чайковского, потому что на самом деле, ну, фамилия, да, фамилия, не будем спорить про Петра Ильича, но на город Киров она не завязана, и тем более, это очень спорный момент в Сузбургской республике. Будем друг у друга спаривать. Мы будем просто путать людей, да. Слушайте, а вопрос вот в чем, может быть, все-таки загромки это имена оцепляются не просто так, может быть, есть какие-то дополнительные плюшки, которые там наши филармонии как культурные учреждения может от Москвы получить или еще от кого-то. От того, что она будет имени Чайковского? Давайте назовем имени Лопе де Вега, может, там еще и Мадридсу подкинет. Ой, точно Испания. Ну, это... А, нет, я еще раз говорю. Нет. Нет, нет. Надо своих продвигать. Надо, конечно, продвигать своих. Это не так громко, но это тем интереснее приезжает человек. Кстати, в этом плане опять тот же Цыктывкар, который мы сегодня где-то с утра упоминали с тобой, он гораздо интереснее. Там стоят памятники своим людям, своим, своим народным там авторам, поэтам, композиторам. Вот это правильно. Я приезжаю, я смотрю, стоит мужик под деревом. Я говорю, а кто это? И мне рассказывают. И вы знаете уже историю. И я уже знаю, что у них вот есть такой-то, такой-то. Я приезжаю в Киров, я хожу, а у нас здесь то Ленин, извините, то Ассоль. Ассоль. На берегу непонятно какого моря. Не, ну Ассоль-то хоть как-то, хоть какое-то отношение к Кировскому Сибири. Она вообще там на море, она на море тучилась. Все, хорошо. Все, хорошо. Николай Голиков, журналист в нашей студии. О патриотизме мы сегодня говорили в конце нашей программы. Очень надеюсь, что и филармония, и, может быть, и в Рио-губернатор к нам прислушается и программу «Особое мнение» на этом завершаем. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok